Я читаю обычно школьную литературу, но мне бы очень хотелось читать ещё не только школьную литературу, но, к сожалению, не хватает времени даже школьную прочитать, но надеюсь, что потом, когда уже будет побольше времени, и я, когда уже не буду ходить в школу, я буду читать, потому что мне очень нравится читать побольше. Передавай привет. Передаю привет всем моим фан-аккаунтам. Я смотрю все ваши работы, я пытаюсь всё лайкать, всё комментировать, и не обижайтесь, пожалуйста, если я что-то кому-то не ответила. Я, правда, я стараюсь выделять этому время вечером, каждый вечер смотреть ваши работы. Смотрю уже песню Бобровской. Да, мне очень нравится, мне очень нравится клип, мне очень нравится атмосфера такая, и Аня там красотка, и она поёт. Да, мы даже не будем об этом говорить. Слушаешь ЛДЖ? Не слушаю ЛДЖ. Часто видитесь с OpenKids? Да, часто. Завтра встречаемся. Привет, у меня всё хорошо, привет-привет. Пишите какие-то вопросы, чтобы я на них отвечала. Когда день рождения? 31 августа. Последний день лета. С чего сдаешь ЗНО? Поздно я сдаю Укормову, Укормову Укрлитературу, Укормову Укрлит, Историю Украины и английский, наверное. Ты закончила школу? Нет, я в одиннадцатом классе. Кирилл, привет! Привет! Голос красивый у тебя, спасибо огромное. Когда первый концерт? Ещё точно не знаю. А мы выступаем под вашу песню «Прыгай класс», а ты занимаешься какими-то танцами или чем? Передай привет Полине, передаю привет Полине. Тебе нравится нова стрижка? Да, мне нравится. Мне кажется, что вы с Кьюлей Гамали не общаетесь. Почему вы так решили? Хорошо, мы со всеми хорошо общаемся. Слушаешь скрипт, Анита? Не слушаю, знаю пару песен. Кто любимая зарубежная певица? Бейонсе, сто процентов. Какую музыку слушаешь? Я больше люблю зарубежных исполнителей. Люблю... Даже не знаю, что сказать. Люблю Джорджу Смит, очень, в последнее время. Люблю... Кстати, нашла для себя очень крутую артистку, новую Элоиз, ее зовут. У нее есть пара прикольных песен тоже сейчас. Добавила в плейлист, слушаю. Вау, у меня 31 августа, класс. У меня есть знакомый, мой, ну как, друг, у которого день рождения тоже 31 августа. Любимое время года, не знаю, я люблю очень осень и зиму. Я, я, у меня идет так, не знаю, наверное, зима, осень, лето, весна. Я не люблю весну, лето, ну как бы я люблю лето, но я не люблю, когда очень сильно жарко. Я люблю ездить на отдых там в теплые страны, ну я больше люблю, чем куда-то на лыжи или какие-то холодные страны, но именно жить и просто каждый день, чтобы было жарко, я не очень люблю. Не скучаешь по той длине волос? Честно, я сегодня смотрела видео Миша Рудишин, тот парикмахер, очень классный киевский, кто стрик меня, выставил видео там, где я сначала с длинными волосами, потом с короткими. Я там, конечно, на том видео сначала такая заспанная и некрасивая, не смотрите его, но я прям посмотрела, я не знаю, ну как бы это такой период в моей жизни был с длинными волосами. Я не могу сказать, что я не любила себя с длинными волосами или что сейчас я начала меньше любить себя с длинными волосами. Мне кажется, что, ну как бы, как по мне, и так, и так хорошо, но так, на данный момент, с короткой стрижкой мне больше нравится и кажется, что она постильнее, чем с длинными. Общаешься с девчонками из реалити-шоу? Да, общаюсь, так, списываемся иногда, кстати, Ангелина тоже ходит сейчас в опен-арт на танцы, поэтому мы с ней часто встречаемся на танцах. Ребята, я вчера ходила на танцы к Ване Петрушевскому, боже, у меня ноги до сих пор болят, там такая хореография была, что... капец. Ты во сколько родилась? Интересная история, что я родилась 31 августа 2003 года в 13.13. И часто люди говорят, что 13, ну, не самое везучее число или что-то такое, но для меня как раз 13 — мое любимое число. Любимый певец из русских. Честно, вот сейчас не могу сказать как-то. Таня, привет, Тань, как дела? Как ты? Знаешь группу Decide Band? Знаю. Знаю, знаю. Паша, привет! Какая была реакция родителей на новую прическу? Ну, сначала было, конечно, непривычно, но всем понравилось. Никто не сказал, что, типа, с длинными волосами было лучше. Все меня поддержали, потому что я знаю, что если бы они сказали, что с длинными волосами было бы лучше, то я бы тоже так думала. Ну, начала думать и переживала бы по этому поводу. Но маме понравилось, папа сначала долго привыкал, но ему тоже понравилось, и всем-всем-всем понравилось. Учила постановки Open Kids. Сейчас как раз этим занимаюсь. Одна дома нет. Куда будешь поступать? Не знаю еще. Честно, я как-то этот выбор для меня в жизни не могу. Я никак определиться, что я хочу, куда я буду точно поступать. Точнее, я считаю, что то, куда я буду поступать, не так сильно повлияет на то, кем я хочу встать в жизни дальше. Передаю привет Нике. Какие страны ты посещала? Я была в Италии, очень люблю Италию, была в Египте, была в Турции, была в Стокгольме, в Швеции. Я была в Швеции, была в Германии пару дней, была в Таиланде, была в Нью-Йорке один раз и в Майами. Не знаю, еще может где-то, только не могу вспомнить. Привет из Армении, привет! Всем привет! Ребятки, у меня садится телефон, мне надо найти какое-то что-нибудь, чтобы его зарядить. Слушаешь песни артистов лейбла Blackstar? Не очень. Вообще, я русскую музыку немного слушаю, почти вообще не слушаю. Скучаешь за мюзиклом? Да, правда скучаю за мюзиклом. Кто не знает, я раньше играла в мюзикле Lictarius, Историю оживает. Это мюзикл проходил в Caribbean Club, извините, что меня сейчас не видно, я просто оп-оп, хочу найти зарядку. В Caribbean Club я там играла Эльзу. Кстати, выходит вторая часть Эльзы. И я очень рада, очень хочу пойти, потому что как бы этот образ для меня уже такой родной. Извините за супер ракурсы. Очень родной и очень как-то, не знаю, часто меня люди говорят не что я Эльза, не что я похожа на неё после этого мюзикла. И мне интересно посмотреть вторую часть. Хотя, если честно, до этого я этот мюзик не сильно любила, холодное сердце. Ну так, типа все девочки фанатеяли по нему. Ну я так, к нему относилась, спокойно. Почему не отвечаешь, Директ, ребят? Я пытаюсь всем отвечать по возможности. Вы пишите, я вам обязательно отвечу. Может быть, там не сегодня, так завтра, но просто реально очень много вас. И я пытаюсь, правда, всем отвечать. Девочки из реальти не завидуют тебе? Ну, не знаю, лучше у них спросите. Общаешься с Викой, верник? Кстати, ну, так, чтобы общаться, я с ней не общаюсь, но мне было очень приятно, когда она меня поздравила с тем, что я прошла в группу. Мне было очень приятно. Хотя раньше мы с ней были не знакомы. Любишь мармелад? Ну, не знаю. Честно, я ем все, но к мармеладу как-то... Ну, могу съесть, но не так, чтобы я очень его люблю. Любишь фотосессии? Да. Люблю. Был ли на тебя хейт, если он сейчас? Конечно, есть. Конечно, ну, как бы был и есть. Но, если честно, я ожидала, что его будет намного больше. Я понимаю, что я не 100 долларов, что всем нравится. И все люди имеют свое мнение, это как бы нормально. И, понятное дело, что какой-то хейт был, но я очень рада, что позитивных комментариев намного больше, чем хейта. И спасибо вам за это огромное. Те девчонки, почему снимаешь без них? Девчонки дома? Сейчас не вместе с ними, поэтому не снимаем вместе. Ребятки, всем привет, всем привет, всем передаю привет. Не могу всем, каждому передавать привет. Мария Данила, привет! Как дела? Кушала драконь и фрукты. Да, я кушала, но, честно, я не сильно поняла, вообще, что в нем такого интересного, как по мне. Ну, типа такой. Нравится Билли Алиш? Ну, как бы, она мне нравится, мне нравятся ее песни. Я не скажу, что я прям ее супер-супер фанат, но мне нравятся ее песни. Мне нравится то, что, ну, не очень все классно в жизни сложилось, что она такая молодая и такая успешная сейчас. Как думаешь, изменится твое отношение к подписчикам с приходом популярности? Да. Изменится с приходом популярности? Ну, типа, не знаю, нет, а почему оно должно измениться? Наоборот, с приходом, как бы, популярности больше людей за тобой следит, и, не знаю, для меня это, наоборот, мне будет еще более приятно, что так много людей за мной следят, и им интересна моя жизнь, и я ни в коем случае не буду меньше их любить, наоборот. Так, так, когда я новый клип уже отвечала? Часто сравнивать с Анимзофаровой? Ну, честно, пока, как бы, не сравнивали. Когда новая песня? Скоро? Сколько весишь? Ребят, лучше вам этого не знать. Ты в школе учишься? В каком классе? Да, учусь в школе, в 11 классе. Знаешь английский? Ну, так, могу сказать, что знаю, но еще учу. Как теперь с учебой будешь на домашнее обучение? Нет, я думаю, пока я не собираюсь на домашнее обучение, я пока пытаюсь успевать так, все. Понятное дело, что очень много буду пропускать, и уже начала немного пропускать, но буду как-то пытаться все состыковать вместе со школой, чтобы... Не хочу переводиться на домашнее обучение пока. Ты отличница, да. Самая интересная история, что я была отличница из первого по... Девятый класс. В десятом классе мне одна ученица поставила девятку. Моя самая любимая учительница. И сейчас в единственном классе еще не знаю, как все будет. Все только из-за одной учительницы может измениться. С кем общаешься из Open? Ну, с девочками Open Kids. Общаюсь еще с... Администраторами. С девочками из Open Cruise некоторыми. Ну, так. Общаешься с Аней Музафаровой? Нет, не общаюсь. Лиза, сохрани этот эфир, пожалуйста. Не знаю, буду ли я его сохранять. Посмотрим. Спрашивайте что-нибудь. У меня какие-то интересные вопросы. Я вам буду отвечать, потому что... Что-то я уже на все вопросы... С кем из девочек сдружилась? Очень много таких вопросов, ребят. Я сдружилась со всеми девочками. Все отлично. У нас с ними отношения очень хорошие. Не переживайте. Спасибо вам огромное за ваше... То, что волнуетесь там или просто интересуетесь. Все отлично. У тебя есть любимый поэт? Любимый поэт? Даже не знаю, я так не могу сказать. Какой у тебя любимый цвет? У меня любимый цвет черный и... Пастельно-розовый. Который час у тебя? У меня сейчас где-то... Сейчас не знаю, как посмотреть. Где-то полшестого. Тебе очень идет каре. Спасибо большое. Так, 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 так. Смотрела хроники Нарни? Да. Смотрела. Их там две части, да, по-моему. Я обе смотрела. С Ангелиной из реальницы общаетесь? Да, общаюсь. Недавно виделись как раз. Есть парень? Нет парня. Вы снимаете новый клип? Да. Скоро снимаем новый клип. Опен арт-студио находится на метро Бозняки. Сериалы или фильмы? Фильмы. Сто процентов фильмы. Если честно, не очень сильно люблю сериалы, потому что... Все сериалы, которые я начинаю смотреть, я их никогда не досматриваю. А фильм раз посмотрела, и все супер. Сложно было сдавать экзамены в девятом классе. Если честно, нас больше пугали, чем там были какие-то сложности. Ну, не могу сказать. Тут, мне кажется, для каждого, ну, по-своему, кто как учился, и у кого какой, как бы, уровень знаний, кто на какую оценку планирует сдать. Но не бойтесь. Самое главное, не бойтесь. Это все как обычное контрольное, обычное... Ну, все. Ничего такого страшного нет. Сколько человек в вашем классе? Тридцать, наверное. Честно, я вот всегда эту цифру путаю. Где-то тридцать. У Хроники Нарнии семь частей? Что? Правда? Реально? Я не знала. Какое у тебя настроение? У меня настроение такое. Нормальное. Не скажу, что самое веселое, но такое. Хорошее. Когда ты переедешь в дом Open Kids? В какой дом Open Kids я должна пережить? Интересно. Покажи комнату. Покажи комнату. Все, что можно и покажу вам. Ты родилась в Киеве? Да. Лакрошка. Сколько лет ты слушаешь Open Kids? Если честно, я никогда Open Kids именно так, чтобы прям слушать-слушать, не слушала. Я знала их песни, но так, чтобы прям слушать-слушать, я не слушала. Какое у тебя хобби? Мое хобби? Даже не знаю. Мне кажется, что раньше я говорила, что музыка, вокал, все-таки мое хобби, но сейчас я понимаю, что это уже не хобби далеко. Если честно, я никогда не была в Ивана Франковске. Нет, или может быть даже была, но как-то проездом так и... Ну, очень хотелось бы побывать. Я думаю, там красиво. А что вообще слушаешь из музыки? Просто такое чувство, что ничего. Нет, ребят, я слушаю. Просто, знаете, я не могу сказать, что я слушаю что-то одно. Я слушаю все всякое разное, и поэтому как-то так определить я не могу. У меня есть абсолютно разные песни. Я люблю украинские тоже песни некоторые. Так, чтобы сказать, что я слушаю что-то одно, я не могу. Куда планируешь поступать после 11-го, еще не знаю. Ты готова к концерту с Open Kids? Честно, я уже очень жду. У меня уже очень интересно, когда же будет наш первый концерт совместный. И очень жду. Передай, привет, всем передаю, привет, Алиса, привет, привет. Классная пижама, ребятки, это не пижама. Я в этом хожу на улицу. Не могу закрыть. Так, ну давайте я попробую вам показать в комнату. Нет, ничего такого нет. Такой ковер, такой ковер, такой диван, такое окно. Ну, все такое. Ничего такого сверхъестественного. Ну, мне нравится. Была в Беларуси. Проездом. Какой тебе стиль одежды? У меня стиль одежды... Никакой. Я просто ношу, что нравится, что купила в магазине, что есть дома. Пытаюсь составить что-то, что мне кажется, выглядит нормально. И одеваю. Или надеваю. Вот это... Не надо меня исправлять. Я стараюсь. Тебе было жалко свои волосы стричь? Честно, если бы мне на проекте их не подстригли, я бы, наверное, сама не решилась подстричься. Ну, просто не знаю, у меня просто не было таких мыслей в голове, но так как, как бы, это решили за меня, и, как бы, всё организовали, всё сделали, то, ну, типа, я не сильно, мне было жалко свои волосы. Потому что, если бы, например, нам даже сказали, да, ещё в начале там проекта или там за какое-то время, если бы нам сказали, что нам будут стричь волосы, возможно, я бы больше переживала, больше бы волновалась, потом жалела бы за свои волосы. Но, так как всё это, как бы, было очень спонтанно для нас, и всё, раз-два пришли, подстригли, всё красиво, поэтому, как бы, я считаю, что это даже было лучше. Передаю привет Алине. Ты носила брекеты? Нет. Не носила брекеты никогда. Ты была в Казани? У-у. Тебе так даже лучше. Так многие говорят, что мне, скорее, лучше, поэтому спасибо большое. Твоя любимая цифра, 13, я уже говорила. Любимые страны. Я очень люблю Италию. Очень люблю Италию. И очень хочу побывать в Испании и в Исландии. Снимай в ТикТок. Ребята, мне так много людей пишут, чтобы я снимала в ТикТок. Я его даже скачала, но, честно, я... Ещё когда ТикТок назывался Мюзикали, я ещё тогда что-то начинала снимать, но, я не знаю, она меня как-то никогда сильно не затягивает. Я не знаю, посмотрим. Э, Махамза, привет! Как дела? Как жизнь? Какие любимые фильмы? Мои любимые фильмы. Комната. Раньше очень любила Голодные игры. И ещё какие-то. Честно, я сейчас... У меня всегда с фильмами, знаете, бывает такое, сидим-сидим, давайте посмотрим фильм. Ищем, ищем, три часа ищем фильм какой-то нормальный и адекватный вообще фильм. Находим его, начинаем смотреть. И я такая, вау-вау. Типа, он такой классный. И потом забываешь, как его... Как он называется. Ну, а ещё очень мне нравится «Зелёная книга», по-моему, так называется. Делала кератин для волос. Никуда не делала. Хорошо, малышка. Ты как я, тоже нормально. Хорошо, всё. Какие упражнения посоветуешь по вокалу для силы голоса? Сила голоса, это, во-первых, всегда... Ну, как бы... Нельзя сказать, что это полное расслабление, но... Это такое расслабление и спокойствие в части горла, чтобы не зажималось, не было никаких зажимов. И, ну, не знаю, сила голоса, это, наверное, больше всего диафрагма, работа с дыханием. Попробуй ставить руку на живот и пытаться вдохнуть, чтобы рука выходила вперёд. И тоже на бок можешь поставить руку, и чтобы руки расходились вперёд и в стороны, чтобы живот расходился вперёд и в стороны. И можно попробовать... Часто говорят такое упражнение, как собачка. И, типа, быстро-быстро вдыхаешь и работаешь диафрагмой. И потом применяешь это всё на вокале, и оно должно помочь. Хочешь побывать на Мальдивских островах? Конечно, ребят, я хочу побывать на Мальдивских островах. Мне кажется, там прикольно. Ты младше Юли. Да, я младше Юли. Аня на песне застряла в голове, капец, сегодня. Ты хоть раз красила волосы? Я красила волосы, когда они были ещё длинные. Я делала чуть-чуть, осветляла кончики и несколько прядочек. Но сейчас, так как все эти волосы, которые были покрашены, уже обрезались, вот это мой полностью натуральный цвет волос. И когда-то... Да, мам, привет. Что, сколько уже? Сколько? Сколько? Мама мне пришла говорить, что уже время. Сейчас давайте я пару-пару ваших вопросов отвечу. О чём я говорила? Мне обстригли эти все крашеные волосы, и вот это у меня натуральный цвет волос. Раньше, в детстве, я даже была немного... Ага, хорошо. Была немного рыжеватая. И... Ну, а сейчас вот... Мне кажется, я сейчас потемнела тоже. Есть домашние животные? Нет. Нет, нет никого пока домашних животных. Передаю привет Костякина in love. Посоветуй, пожалуйста, упражнение для развития диапазона. Мне кажется, что классное упражнение такое... Ну, короче, не знаю, его все делают. Это просто как моторная лодка... Лодка. Правильно? Моторная лодка губами. И так сверху вниз, сверху вниз. Должно получиться. Получиться. Так, ребятки, передаю всем-все-всем привет. Спасибо вам... Хочу сказать вам спасибо огромное за эту трансляцию. У меня уже время. Я буду идти собираться на танцы. Спасибо вам огромное, что зашли. Я решила даже приурочить как-то эту трансляцию к моим ста тысячам. Спасибо вам огромное за то, что подписываетесь, смотрите. Я пытаюсь смотреть все ваши работы, все-все-все. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что вам понравилась эта трансляция. Буду делать еще. Наверное, если вам понравилось. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok